здравствуйте дорогие телезрители конечно конечно же подписчики моего канала на ютюбе голова садовая тетя тани очень рада нашей встречи приветствую абсолютно всех у нас кулинарные изыски простые понятные и среди всего этого многообразия знаете мне очень хочется понравиться вам и вот тут мы с оператором думаем тазик мне на голову одеть что ли но я пошутила и мы начинаем предновогоднее приготовление вкусняшек сегодня речь пойдет о песочном тесте и родом она из шотландии значит что нам понадобится очень хорошая очень такая большая посудина который прилипать не будет особо значит конечно понадобится прохладная комната песочное тесто не терпит жары если она поплывет маслом то все весь процесс уже дальнейший будет испорчен значит прохладная комната холодные руки и во время от времени должны вставать и руки под водой холодной охлаждать почему да потому что когда вы замешиваете это тесто она особенная почему все перестали это делать вот большой вопрос это же ведь дело 15 минут на самом деле ну какие изделия вот несмотря на то что это шотландское тесто песочное они придумали посмотрите весь мир пользуются этим рецептом а уж французы которые требовательны не только к тесту там ко всему остальному они то вообще стоят первые они практически завоевали это тесто среди изделий из этого теста ну просто масса всевозможных тарталет очки бризе а знаете что это такое бризе это значит без сахара вот и все тарталет очки для икры для салатиков тарты большие для пирогов для всевозможных там изделий с начинками и мы сегодня будем делать именно песочное тесто а при этом конечным результатом будут тирольские пироги это все просто это вы все видели вы сделаете это сами ведь это же очень вкусно для того чтобы все это воспроизвести нам понадобится мука масло или маргарин маргарин предпочтительнее и конечно сахара или сахарная пудра и ванильный сахар вот три основных ингредиента ну может быть одно яйцо и желательно желток от него чтобы это тесто пошло его изготовление правильно и изделия из него получились первое что нужно сделать немножко подморозить маргарин я буду пользоваться маргарином но самое главное что вы должны запомнить вот здесь навсегда соотношение продуктов в этом тесте песочном 3 2 1 3 это мука 2 это масло или маргарин 1 это сахар запомнили всегда так значит три части муки две части масла от естественного количества муки и одна часть сахара или сахарной пудры почему я время говорю или да потому что масло кстати заменить можно сметаной тесто будет еще нежнее а вот сахар можно заменить сахарные пудры от этого она еще нежнее рассыпчатее будет поэтому выбирая продукта на приготовление песочного теста и если вы его сделаете правильно и уберете в морозилку три месяца гарантированно она будет там храниться ваша задача вытаскивать делать печенюшки всевозможные пирожки тарталетки и так далее и у вас всегда на столе будет нечто необыкновенное и очень любимое нашим населением я постараюсь сделать не очень большое количество этого теста потому что с ним же потом еще работать очень долго значит мы сейчас начнем подождите я хочу сказать что сегодняшние тирольские пироги а почему тирольские спросите вы да потому что в этих пирогах всегда есть прослойка из желейного состояния варенья ягоды и так далее то есть желейная прослойка это мармелад скажем так можете использовать готовый но сверху него обязательно будет что-нибудь и такая сегодня и такая абрикосовый джем очень вкусно первое что мы сделаем ну вот такой мерной чашечкой я возьму три чашки муки полненьких а потом все остальное будет мериться именно по этой чашке значит скорее всего мука же не имеет веса такого как вода да она же легче воды и мерить в граммах нам как-то не очень с руки вот здесь три таких чашки ну вот еще суду нужно досыпать так ну и третье скорее всего остатки я постараюсь делать правильно они как попало чтобы у нас все получилось так половинка есть еще одна половинка до скребу ну вот вторая половинка тоже есть можно было высыпать конечно и все но я не рискую я все-таки предпочитаю правильные рецепты я уже говорила что кондитерские рецепты соблюдать надо даже по весу хотелось бы значит следующий этап сюда в муку она просеяна на два раза обязательно сито и вот эти кружечки которые у меня такая же сначала сюда все сыпучие которые идут мука тоже должна быть холодной желательно бы так что у нас из сыпучего это конечно будет сахарная пудра по количеству должно быть помните да сахар стоит у нас последним и всего одна чашка сейчас мы вымеряем все это дело так вот один пакет это 60 грамм маловато берем второй пакет вот это скорее всего будет как раз мы сегодня будем вымерять по объему ну тесто не должно быть слишком сладкое а для тарталеток салатных и икорных там вообще врезе то есть без сахара высыпаем сюда сахарную пудру так все это правильно а теперь мы рука есть рукой все перемешаю пудру с мукой чтобы это было очень равномерно и сюда нужно две такие чашки жира самый главный компонент в песочном тесте это его составляющие масляные это сливочное масло или жир каким образом вот жир должен попасть вот сюда в этот тазик его надо порубить и не то чтобы совсем замороженный чтобы там даже не разрезать ножом не отколупать нет конечно он должен быть слегка податливым но тем не менее должен быть холодным и небольшое количество ванильного сахара именно ванильный сахар очень душистый не ванилин который в пачках а ванильный сахар предпочтите при покупке именно его значит перемешаем еще раз чтобы у нас все это слегка аромат был такой нежный такой изысканный ванилин всегда приятно мы разрежем наш маргарин на такие кусочки он конечно тот который очень замороженный когда вы уже его потрете на терке или порежьте кусочками отправить его в муку тот который замороженный дайте ему немножечко чуть-чуть как бы подтаять вот совсем чуть-чуть хотя бы краешки иначе вы его не размешаете значит порезав маргарин здесь примерно и будет две чашки но хочу сказать что в это количество я добавлю пару ложек сметаны мне очень хочется чтобы это было очень и очень вкусно и нежно ну режу его на такие вот тоненькие долечки чтобы это вымешивалась хорошо так маргарин готов и мы сухие все ингредиенты у нас уже в тазике вводим маргарин так все что не нужно сразу убираете чтобы вам это не мешало и не сбивало вас толку здесь есть сметана вот посмотрите вот одну ложку хотя бы одну ложку я в виду обязательно я не могу я такой экспериментатор что я прям вот страдаю если ничего нового не происходит на моем столе и теперь мы вымешиваем значит все здесь на месте еще раз мука три части маргарин две части и сахар одна часть сахарная пудра в данном случае а теперь начинаем мукой засыпаем эти кусочки маргарина знаете помните подсыпать подсыпочка такая булочки такие есть насыпушки так называемые вот примерно то же самое мы сделаем с маргарином как в этих насыпушках переваж перемешаем весь маргарин с мукой и очень быстро начнем его смешивать получаются вот смотрите мы смешиваем получается такие хлопья прям как на торт наполеон примерно значит и мы торопимся все время в одну сторону видите очень хорошая получается консистенция почему я очень рада и будем мешать до тех пор пока вся мука не смешается с маргарином когда вы делаете колобок а мы его будем сейчас уже делать он должен быть матовым не блестящими как только заблестел колобок то есть масло начало топиться да и у вас под руками просто вытекать оттуда из этой муки вы должны тут же немедленно отнести на холод чтобы температура резко понизилась и быстренько охладите руки холодной водой знаете мне неудобно очень сидя есть такой анекдот а вы пчугать тесто лежа мешаете а мы сидя нет почему сидя мешаете это мы лежа пробовали неудобно я привыкла в общем-то это делать стоя поэтому я закончу все это вот таким образом теперь уже обоими руками и это все замечательным образом выглядит так у нас получился колобок он очень хорошо отвечает на движение рук он просто замечательный он не блестит это значит жир наш маргарин не вытапливается видите пока нету глянцевости такой и это правильно по-хорошему его нужно отправить сейчас в пакет и холодильник либо морозилку на три месяца если он вам не нужен либо просто на пару часов для того чтобы это остыло потому что остывшие тесто будет вести себя совершенно адекватно вы знаете что я забыла положить и каюсь это не обязательно но это яйцо и не просто яйцо а только желток от него и мы сейчас его введем нет ничего страшного смотрите убираем белок а почему убираем белок белок придаст только сухость а вот желток придаст эластичность и на тесто его и нам надо его размазать так и ввести во все тесто от этого теста еще более эластичным будет это то что нам и требовалось ничего она сейчас питается и все будет в порядке не бойтесь вот чуть-чуть муки чуть 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 и сюда на дно вот все будет хорошо помните сказку про веселый колобок да по сусекам я скребен по амбарам я метен и в печку сожжен и на масле печен на окошке сожжен а мы студии в морозилке потому что это тесто все таки им нужно работать холодным пока не появилась у него маслянистая поверхность я все умею делать руками у нас стоят формы сейчас я оторву кусочек примерно такой да раскатаю его скалочкой слегка раскатаю но помните что песочное тесто на печенье на всякие там печенушки оно должно быть раскатана не толще 8 миллиметров лучше тоньше потому что она поднимется и она может не пропечься раскатывайте ровно один край пропечется 2 который более тонкий уже начнет гореть или наоборот поэтому тут важно чтобы вы понимали что делаете нет никакой сложности в этом тесте я вас умоляю она кстати прекрасно и от доски отлипает я беру вот такую формочку и укладываю его вот так вот мы должны сделать закрыть изнутри вот эту формочку просто отщипывайте куски теста делайте вот такие вот веревочки и закрывайте закрывайте тщательно все это слипнется в процессе выпечки температура выпекания должна быть не менее 230 максимум 250 градусов помните об этом никаких вариантов нет только вот такая температура достаточно высокая я бы сказала выше чем у хлеба даже то что мы внутри немножко там у нас не очень там прям идеально выкатана ничего страшного там у нас будет начинка и все наши огрехи спрячутся главное чтобы это все было ровно и красиво а уж ровно и красиво и это по краям это обязательно лишнее тесто можно снять вот таким движением как раз 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 по краю если она вдруг по какой-то причине вот видите лишнее да раз по краю раз по краю и все лишнее снялось правда работать с песочным тестом очень легко начинки могут быть всевозможные и сладкие и не сладкие все зависит от того положите туда сахар или нет так одна форма готова я беру вторую формочку совсем еще две да не буду делать много достаточно трех штук для того чтобы вы понимали что мы делаем и как это должно выглядеть даже если вы сделаете начинку знаете своими собственными руками загоди сделаете желе очень плотное помните оно не должно таять в изделии оно должно держать свою форму и вывод в этих же формочка сделайте желе залейте примерно наполовину потому что вторая половина у вас будет именно джем или свежая ягода можете взбить сметану 30 процентная которая меньше то не взобьется потому что сметана взбивается то у которой жирность от 27 и выше процентов жирности и вы сбив сметану с сахаром а лучше с пудрой чтоб там у вас сахаринки не встречались можете сначала желе потом сметану а сверху джем можете наоборот украсить сметаной не за как бы не заделав полностью сверху джем а как бы цветочками ну нет у вас корнета кондитерского ничего зато есть полетеновый пакет сделайте снежинку посредине новый год же все-таки и это тоже будет очень вкусно сметана всегда с джемами дает замечательный привкус такой прям знаете радостный какой-то новогодний я очень люблю такие кремы и очень часто пользуюсь их изготовлением так тесто уже подкаивает надо поторопиться сделать третью побыстрее формочку потому что когда начинает уже вот так подлипать слегка жир это говорит о том что качество продукции окончательный может быть испорченным духовка должна быть обязательно разогретой понимаете нельзя чтобы это все плавилось надо чтоб сразу попала в горячее как-то так наши готовые изделия и мы видите немножко даже при румяне ли с очень даже хорошо замечательно так слушайте меня внимательно вот это надо остудить до холодного потому что любая промазка любая начинка которая будет положена на горячие формы обязательно растает нельзя этого делать не масло не сметану здесь уже пользоваться ничем нельзя по горячему только по холодному поэтому остужаем до холодного а потом наполняем ну вот все остыло и все очень хорошо получилось смазывать формы не надо потому что здесь и так очень большое количество масла и все формы обязательно смажутся сами видите на них выступил жир все пропеклось все как мы хотели вот края только но не очень красивая может быть следует все таки при укладывании теста в форму следует поднять немножко и аккуратно немножко загнув края отрезать пальцами тогда наверное все будет немножко иначе ну то есть лучше значит вот это черешневый джем желе джем желе помните мы делали осенью это абрикосовый это сметана вот я ее оставила здесь только потому что ну если вы ее взобьете с сахаром она будет прекрасным украшением и дополнением к вашему тирольскому пирогу значит для начала берем черешневый джем знаете джем очень плотный он простоял почти час на на во время съемок и он не растаял и это здорово просто верхняя часть в банке она без ягод нижняя часть ягодами поэтому выбирая все-таки да какую часть уложить вниз под джем абрикосовый это ваше дело это вы сами придумаете я вот так придумаю мне в принципе большой разницы нет потому что для меня вкусовые ощущения вот здесь будут важнее чем все остальное мы сделаем хотя бы один этот тирольский замечательный пирог хочу чтобы вы увидели готовый ну если бы мы залили в форму как я вам говорила вот в эту же фольгушку залили с вечера любое ягодное желе сделали и она бы так застыла да конечно это будет здорово просто потому что форма будет сохранена и нам не надо тут вот вот так вот кусочками все укладывать хотя знаете для хорошего джема это не страшно ну как бы я сказала что вот так края нужно немножко заполнить потому что будет слишком много абрикосового джема потому что здесь вроде как пустовато чуть-чуть вот посмотрите вот уложен 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 желейный слой этого пирога желейный мармеладный как хотите а вот теперь сверху для того чтобы у вас во рту была сказка абрикосовая с привкусом черешни мы возьмем наш джем желе и он тоже достаточно густой и вот так его расположим я любительница сладкого мне всегда сладко значит вкусно здесь целые ягоды я их вот так по краю расположу посмотрите можете украсить орешками можете посыпать шоколадом можете сверху сахарной пудрой мы это сделаем обязательно вот сверху я сейчас попробую присыпать его сахарной пудрой и это будет вот та точка который придаст вот эту всю немыслимую оригинальность посмотрите как это здорово сразу кондитерское изделие приобретает просто какой-то невероятно красивый вид ну все засыпала если бы здесь была еще и сметана со взбитыми с сахаром взбитая или сливки взбитые это уж вот знаете фантазия ваша хотите украшайте чем только вздумается а я думаю что вот такая вкуснота и красота для новогоднего стола очень даже замечательная причем это такая порция которую вы можете разрезать пополам при подаче гостям можете украсить и орешками и шоколадом и фруктами и морожеными ягодами вот что только вам придет в голову ну на этом мы закончим приятного вам аппетита и пожалуйста постарайтесь делать то что всегда делали русские женщины пожалуйста тогда ваш дом будет домом желанным и для ваших близких и родных и для ваших гостей всегда с вами и всегда ваша тетя Таня и с наступающим новым годом и а и и и и и